Теперь есть, можно сказать, некоторые еще слова теплые по поводу, а чего же до этого у Роси установки, которые делали, они работали с КПД 100-200%, то есть отношение потребленного тепла, электричества к выходу, то есть в 2 раза, в 2,3 раза. У его репликах от 1,2, все на 20% выше, до 8, это в индийской системе, перемещенный пульп на основе ультразвука. Здесь получилось высказать некоторое свое предположение, почему и за счет чего оно работает, что такое секретный катализатор Роси, что это такое. Я полагаю, у меня есть некоторое подозрение из себя, что это какой-то источник бета-излучения. Вполне возможно, что рядом просто стоит кобальтовый источник. Просто по ряду параметров, некоторые реакции в присутствии кобальтового источника, они идут лучше или в качестве любого источника бета-излучения. Есть одна из вероятностей, почему иногда установка флешмена-понса в одних условиях работала хорошо, а в других хуже. В космическом излучении. Оно усиливает в смысле? Да, оно резко усиливает. То есть если у нас будет стоять рядом, например, какой-нибудь кобальтовый источник. Это изнатор нужен, да? Источник бета-излучения, если у нас будет стоять какой-то источник бета-излучения, что очень велика вероятность, что активность возрастет. А космическое излучение может влиять на бета-излучение как-то усиливает? Да, оно и есть отчасти. Но бета-излучение почему? Потому что когда у нас идет слабый распад, всегда это сопровождается испусканием нейтрино. По нейтринам на сегодняшний день считается, что их очень много типов всяких различных. И все они очень плохо реагируют веществом. Проникающиеся. Да, вполне возможно, что не со всем веществом они реагируют плохо. То есть есть возможность, что они реагируют кое с чем достаточно интенсивно. А, это то, что сообщает им энергию, да? Ну, они не сообщают, они снимают определенного рода квантовый запрет. Квантовый запрет, они существуют. Вот я писать вот этого на сайте не буду, просто вот это моя, как бы, гипотеза. Вот. Интересно. И если, господа, если у вас есть возможность это дело опробовать, где-то у себя в какой-то работе, попытайтесь испробовать несколько бета-источников, как бы, тот же кобальт, допустим, что-либо еще, рядом с установкой поставьте, и вполне возможно, что от его простой близости у нас реакция пойдет значительно более интенсивно. Потому что нужно это объяснить, каким образом. Что Росси показывал? Ну, показывал людям вот эту самую установку, работающую на... с очень низким КПД. Ну, там, до трех она доходила. И я писал ее подробно. Столько подробно, что люди потом массово ее повторили. Вот везде. И в МГУ, и на кухне у Пархомова, и в Китае, и в Индии, и так далее. Все они подобрали некий смесь, но опять все очень маленькие коэффициенты. А Росси подобрал какой-то коэффициент, как он говорит, что у него 2000 выход уже. То есть по отношению к теплу, 2000 выход. Его он всячески скрывает. Поэтому надо искать штуку, которая очень неожиданная, и которая очень простая. У всех на виду. Да, у всех на виду. Вот моя гипотеза на сегодняшний день состоит в том, что это какой-то бета-источник. Вполне возможно, что от так называемых нейтрино, некой такой полу-гипотекипетической частицы, мы знаем, что в некоторых случаях она реагирует с веществом гораздо более интенсивно. Потому что не может уже состояться так называемая нейтринная смерть Вселенной. Ну почему? Потому что она, где у нас почти реакция ядерная идет, особенно со слабым взаимодействием, у нас всегда нейтрино вылетает. А потом нейтрино там ничем... Никуда не поглощается. Никуда не поглощается. Только очень редко, очень случайно. Все больше, все больше. Да, их становится все больше. И больше, в конце концов, мы имеем мир нейтрино. Не должно же и так. Господь Бог задумал мир, я думаю, значительно более гармоничным, что ему не грозила нейтринная смерть. Поэтому вполне возможно, что оно поглощается. И около установки РОСИ и любой установки типа Флэшмана-Понса вот этот бета-источник было бы очень интересно поставить. Ну наверняка оно бы у Сергея Алексеевича Цветкова бы в его реакциях тоже бы заработало. Потому что там речь идет о титановой губке, в которой закачивается то ли детей, то ли плоти. Вот. Если что-то рядом, какую-то вот такую штуку поставить, вот такую, и испытать несколько сортов, вполне возможно, что процесс пойдет гораздо более интенсивно. Ну вот гипотеза. Вот это вот такая моя гипотеза. Из каких-то дополнительных соображений она сделана. Но так я... Ну вот здесь только тык может помочь. Потому что, повторяю еще раз, теории нет. Теории нет. Да, интересно. Ну все.